Привет, дамы и господа! Привет, Вася! Василий Юрьевич, вы мне немного подкидываете видео. Я как одному из своих почитателей, верному поклоннику, я тоже отвечу в формате видео. Значит, по поводу пенсии, увеличения возраста выхода на пенсию, да, можно долго и правильно говорить, в какой период это было сделано, какими методами. Можно рассказывать или давать пожелания, чтобы внуки правительственных работников ездили на автомобилях и автобусах, которые водят 65-летние водители. Получали медицинские услуги от медсестер с иглами, медсестер, которым 60 лет. Все это можно рассказывать, и вот, с одной стороны, да, это правильно, справедливо, тому подобное. Он рассказывает, что у нас там не доживают. Вот, ну, просто нужно посмотреть суть проблемы-то. Дело в том, что, а что такое пенсия, да, вот, давай так, небольшой маленький экскурс в историю, да, ну, там, я, насколько помню, это, там, что-то не конец 17-го века. Первый раз это, там, проявилось во Франции, да, относилось это к определенным, там, служащим как военным, ушедшим уже по состоянию возраста и здоровья в отставку, либо, там, получившему вещи, либо еще что-то, и служащим государственным, да. Вот, тогда это появилось, причем, что интересно, да, по названию, слово пенсия было одно из, да, названий, там было несколько названий, не хочу это самое углубляться, но, в конце концов, прилипло это, причем, почему прилипло это, очень интересно. Если, это, в общем-то, это напрямую связано с словом пенс, да, что такое пенсия, это понятно, это английская денежная единица, причем, как бы, самая маленькая. Вот, и, с точки зрения литературного перевода на русский, да, это может звучать следующим образом, вот, копейки, да, или, там, еще более литературные переводы, гроши. Вот, пенсия и гроши, это, вот, в таком смысловом значении, это, в общем-то, одно и то же. Это раз, да. Второе, значит, на уровне государства, в государственном масштабе, впервые применил эту систему бизнес в Германии, да, это конец 19 века, практически самый конец 19 века. Вот, вот, Отто Юрьевич Бифмарт применил эту систему, да, и, в общем-то, слава Богу, времени уже много прошло. Можно посмотреть результаты, да, так, демографические, социальные, военно-политические результаты этого грамотного, в кавычках, решения. Что такое пенсия и что такое ее отсутствие? Пенсия – это уверенность в обеспеченной старости, которая у тебя, грубо говоря, есть на ровном месте. То есть для этого практически ничего не нужно делать, да, вот, не нужно следовать каким-то определенным ведическим принципам. Можно и даже нужно от них отойти, вот. А что такое отсутствие пенсии? В варианте отсутствия пенсии, да, никакой гарантированности, ни на сегодня, ни на завтра, ни на послезавтра, ни на старость нет. Например, человек вынужден обзаводиться ячейкой общества семьей, вынужден иметь детей, причем не полтора ребенка, да, а он вынужден иметь там и 4, и 5, и 6, и 10, и 12, и 14. Да, вот, в данном случае дети являются гарантией обеспеченной старости. Как только гарантия обеспеченной старости, да, или, по крайней мере, хотя бы безбедной, есть другая, необходимость в детях, прямая, непосредственная, отпадает. Мы получаем, в общем-то, как. И я предлагаю вот то, что делается сейчас, да, я отнюдь не утверждаю, что то руководство, которое сейчас у нашей страны, не питают в нему, как бы, положительных чувств, вот, ну, оно идет, да, 50% каки, 50% никаки. Вот так сейчас получается, причем процесс уже пошел, процесс пошел в другую сторону, да, я уже рассказывал, что такое там бог движения, да, внутри одного движения есть другие движения, внутри там других есть еще какие-то движения, да, и уже этот полубог определенного направления, он уже сложился, да, и кто бы не был у власти, и что бы он ни делал, это уже предрешено. Все, система запущена, вот, и вот эти вот решения, направленные на сиюминутные какие-то выгоды, они не обеспечат сиюминутные выгоды, или там даже если обеспечат, да, но они сработают по-другому через какое-то количество лет. И вот это вот сегодняшнее решение даст результат через 30 лет не раньше, и оно даст положительный результат. А то, что время выбрало нас, ну, извините, как бы, да, у каждой, у каждой эпохи есть свои, свои проблемы, которые люди должны решать, вынуждены решать, и, в общем-то, это не есть плохо, это и хорошо. Вот, так что, по поводу пеньки, по поводу роста бензина, цен на бензин, еще что-то, вот, да, поймите, правильно, это все хорошо, это в конце концов ведет к правильной цели, к возврату, к нормальному, правильному развитию. Вот, ну, что здесь хочется сказать, здесь хочется сказать, что да, вот, есть, там, истина, да, там, правда, а есть ложь. Вот, еще, что интересно, истину, правду, довольно тяжело спрятать, она там вылазит в том или ином виде, вот, поэтому технология, которая существует по, тому, чтобы спрятать правду, она, в общем-то, довольно давно хорошо отработана и заключается в сочетании довольно простых приемов, да, ну, там, как бы, самый простой прием, самый простой прием, это, в общем-то, да, так называемый прием красной тряпки, и по-китайской терминологии, да, вот, есть у нас правда, вот, есть Василий Юрьевич без обид, вот, и вот, есть у нас некая ложь, да, вот, вот, некая ложь, которая подается как правда, да, причем, вот, подается она там всеми вот этими вот ребятами, там, я не знаю, ученые, муфтии, эти самые, попики, тому подобное, да, и вот на пути к этой псевдоправде есть другие, так называемые тоже псевдоправды, да, и вот стремление человека добраться до истины, она вот там проходит через все вот эти вот псевдоправды другие, хотя на самом деле настоящая правда, она, в общем-то, доступна, никаких к ней препятствий нет, надо открыть глаза и увидеть ее, вот, вот, собственно, и все, естественно, нужен мозг, да, которым нужно пользоваться. Вот эта технология, она никак не поменялась за тысячу лет, ничего такого не произошло, да, вот, кшатрии, поддерживающие эту технологию, они, в общем-то, тоже никуда не делись, да, и у нас шудры, в общем-то, ведутся на все это дело, еще раз говорю, без обид, никого конкретно я не имею в виду, как бы, общий разговор, вот, и если посмотреть в историю назад, в общем-то, то, что было на самом деле, и то, что мы сейчас знаем, как история, это разные вещи, да, вот, против чего нужно протестовать, не против пенсий, не против вот какой-то из этих, вот, надо протестовать против вот этого направления, что я имею в виду, вот, там, грубо, да, вернемся в дореволюционную, пускай, там, Российскую империю, которая, там, свалила к 1900 году Тартарию, ну, в общем-то, вот, последняя часть этой войны, она была более-менее мирная и мало кровопролитная, бог с ней, значит, что было, да, в той же Российской империи, в общем-то, вот, поймите, правильно, люди не платили, да, за такие услуги, как, если такие были, и они были доступны, как центральный водопровод, да, центральная, ну, там электричество не совсем, как бы, уместно, ну, пускай будет, центральная электричество, использование общественного транспорта, да, там, те же трамваи были распространены, да, и вот это вот, вспомни, Булгаков, собачье сердце, как Шариков говорит, чисто, как трамвай, плюнуть некуда, это, это не просто так, это действительно поговорка того времени, да, я вот, если, не забуду, найду, я прикреплю фотографию трамвая того времени, вот это, стыковиков. Что еще, да, ну, там, ближе к нашему времени, когда уже, там, вот это вот, революция, тому подобное, вот, вы просто посмотрите, да, в декрике, кажется, было тяжело, как сейчас работать, как сейчас, в общем-то, социалка движется. Великое произведение Ильфа и Петрова, «Золотой пеленок», описание рабочего дня господина товарища Корейко, да, вот я просто, в 10 часов он приходил на службу, если мне не изменяет память, а в 16 часов он уходил за службу, потому что рабочее время заканчивалось. Более того, у него был один час обеденного перерыва. Если вы умеете считать, да, владеете арифметикой, а вы все, слава Богу, владеете арифметикой, посчитайте длительность рабочего дня, служащего Советской Республике, только недавно, да, отказавшейся от ведических принципов, которые, хоть и частично, но еще были сохранены в Российской империи. Так что, в общем-то, в общем-то, в общем-то, возмущение понятно, но оно неправильно. Не надо против ничего возмущаться, в общем-то, для того, чтобы возмущаться, понимать против чего, да, нужно иметь светлый взгляд. Чтобы иметь светлый взгляд, нужно, как бы, посмотреть в другую сторону. Вот я еще в самом своем первом видео, да, я фактически обозначил основные направления, что, почему и как. Кто это все делает? Чьими руками? Почему? Это, в общем-то, должно быть очевидно. Это расписано везде, во всех этих религиозных писаниях любой религии, да. Понятно, что там ложку дегтя добавили, там изразили, там целый килограмм дегтя, там еще что-то, вот. Но суть, если присмотреться, она осталась, ее скрыть невозможно. И вот я, Георгий Ильич, я отсылаю вам к сути происходящего, да, вот неплохо описано, вот для такого, для начального уровня неплохо написано, описано понятия сути происходящего в Шримад Пагалатам, да, я рекомендую песню «Восьмая», «Восьмая глава», там, последняя четверть этой главы и девятая глава, ну, можно там первую половину девятой главы, я ссылку нарисую. Вот, из прочитанного там можно понять, о чем идет речь, кто с кем и почему, да, и в чем это заключается разница, при условии, что я уже подобное рассказывал. Ну, кому, в общем-то, не нравится Шримад Пагалатам, то же самое, что в указанной мной главе, расписано практически в самом начале Махабхараты, да, пластания мирового океана молочного, вот, так что предлагаю, Васильевич, ознакомиться и вот, как бы, поведать, если будет такая возможность и желание, а что, собственно, из этого стало понятно и в чем, собственно, заключается борьба кого-то, с кем, за что и почему, какие средства. Все. Абвай, Ватя!